Дорогие братья и сестры, приветствуем вас во второй день нашей теологической конференции, которую проводит Институт Святого Фомы совместно с Евангелической Литеранской Церковью Европейской России. Мы благодарим Институт Святого Фомы за поддержку этой идеи, за организацию, за помещение, за эту чудесную библиотеку, где мы можем сейчас сидеть все вместе, и за приглашенного своего преподавателя, который вчера провел занятие с вами, такую лекцию, а сегодня занятие, лекция будет проведена уже представителем нашей церкви, доктором Антоном Тихомировым, ректором теологической семинарии в Новосарадске в Санкт-Петербурге. Поэтому мы все очень рады вас здесь приветствовать в Москве, рады, что имеем возможность еще послушать вас в Институте Святого Фомы. Здесь собрались как представители Литеранской Церкви, так и, я понимаю, широкой общественности, студенты Института Святого Фомы. Начнем наш второй день в такой экуменической кампании. Спасибо. Камеру можно сразу наверх, потому что я буду с ним стоять. Прежде всего, большое спасибо отцу Хосе за вчерашнее выступление, в котором он достаточно ясно, четко и объемно изложил католическую позицию по вопросу об оправдании, но и заодно дал мне пару отправных пунктов, за которые я могу сегодня уцепиться. Поэтому, но вообще, в общем и целом, сегодняшний доклад, я думаю, будет не очень похож на предыдущий. Я по специальности не философ. Моя академическая специализация – это скорее практическая теология, гомилетика, гимнология и тому подобные вещи. И доклад я построю тоже несколько иначе. Но это различие, оно во многом, как мне кажется, отражает не только какие-то наши академические различия, или, может быть, личностные какие-то различия, но оно во многом иллюстрирует и различия в отношении двух церквей – лютеранской и католической – к вопросу об оправдании в богословии и в собственном вероисповедании. Может быть, удастся это почувствовать. Но с самого начала нужно оговориться и сказать несколько вещей, которые помогут нам избежать ненужного перетягивания или перегружения сегодняшнего выступления. Богословие Лютера, оно, во-первых, очень контекстуально. Его не так просто понять современному человеку. Оно родилось в определенном контексте Центральной Европы XVI века. Как ответ на те вопросы, на те потребности, на те устремления, которые существовали у людей в тех временах. Именно поэтому сегодня оно может оказаться не вполне понятным. И выразить его на современном языке, на языке, доступном современному человеку, совсем непросто. Во-вторых, богословие Лютера не систематично. Он не оставил после себя, как известно, никакого систематического богословского труда, где по полочкам были бы разложены все богословские вопросы или хотя бы центральные вопросы. Практически все труды Лютера – это конкретные ответы на конкретные вопросы или на какие-то конкретные ситуации или конкретные проблемы, которые возникали в ходе реформации. Поэтому, когда мы излагаем богословие Лютера и богословие Лютеранской Церкви, то нам нужно понимать, что практически всегда мы можем найти это такое развлечение, которое существует у многих лютеранских богословов, искать у Лютера цитаты, которыми можно было бы подтвердить все, что угодно. При желании такие цитаты найти можно. Но важно ориентироваться не на отдельные слова, не на отдельные высказывания Лютера, а на его центральные мысли. Именно исходя из них строить свое изложение. Поэтому, разумеется, то, о чем я буду говорить, всегда можно найти цитаты из того же Лютера, которые будут этому противоречить. Но важно исходить из магистральных воззрений реформатора. И, наконец, конечно, в своем выступлении я буду сильно упрощать, взгляды Лютера, и сильно упрощать богословие лютеранской Церкви, выпуская определенные нюансы, даже если они важны. Но это необходимо и в силу экономии времени, и в силу доступности того, о чем мы сегодня должны поговорить. И вот с этими оговорками мы можем, собственно, и приступить к нашим размышлениям об учении оправдания у Лютера. И вот здесь тоже важно сказать, все мы знаем, или большинство из нас слышали об этих знаменитых реформаторских соли. Соло грация, соло фида и так далее. На самом деле для Лютера была характерна еще одна. Была характерна еще одна соло, которую мало кто знает, но которая является для Лютера решающей. Ему принадлежит высказывание, которое по-латински звучит так. Соло экспириенция, фацет теологум. Вот это та соло, о которой Лютер точно говорил. Перевести это можно примерно так. Богословом становишься только на основании опыта. Поэтому богословие Лютера – это богословие опытное. Это богословие, возникшее не в результате умозрительных размышлений, не в результате систематических построений, а в результате глубоко личного духовного опыта. И это нужно учитывать. Это богословие не умозрительное, а опытное. Это во-первых. И во-вторых, богословие Лютера – это, как я бы это сказал, во многом богословие молитвы. Фактически Лютер в своих размышлениях довел до логического завершения древнецерковный принцип «Лекс уранди, лекс креденди». То есть мы верим так, как мы молимся. Мы верим так, как мы молимся. Фактически именно молитва стала для Лютера экзистенциальной основой его богословия. Что я имею в виду? Уть, опять же, очень упрощенно, очень схематично. Да, мы можем говорить, что, исходя из учения католической церкви, в человеке сохраняется нечто доброе, некая частица, сотворенной Богом благой природы, нечто благое. Но в исповедальной молитве, когда мы исповедуем Богу свои грехи, мы не будем говорить «Господи, я грешен, но во мне что-то есть доброе». Мы будем исповедовать свои грехи и только исповедовать свои грехи. И когда мы благодарим Бога за прощение, мы не будем говорить «Господи, спасибо тебе за то, что ты меня простил», хотя я и сам тоже что-то к этому прибавил. Такого в молитве тоже ни в одной католической, ни в одной православной, ни в какой молитве мы такого не услышим. В молитве человек целиком и полностью отдается Богу. Именно поэтому я и говорю, что богословие Лютер – это молитвенное богословие. Он фактически слова молитвы, слова отношения с Богом сделал словами вероисповедания. И это тоже важно понимать. Чтобы попробовать разобраться в богословии Лютера, в учении об оправдании, конечно, нам необходимо в самых общих чертах обратиться к тому учению, на которое богословие Лютера стало ответом. Лютер придумал, так сказать, свое учение об оправдании не на пустом месте. Оно возникло не... оно не упало с неба. Оно стало ответом на конкретные вопросы как самого Лютера, так и множество его современников. И, разумеется, главным вопросом, который мочил Лютера, о чем он впоследствии тоже очень часто вспоминал, и он в этом был, в общем-то, не одинок, был вопрос об обретении спасения, или, как Лютер сам это выражал, об обретении милостивого Бога. Каким образом можно было обрести спасение, согласно учению средневековой западной церкви? Ну, во многом с некоторыми изменениями это же учение сохраняется и в современной римско-католической церкви. Если что, меня можно поправить. Но решающим условием... Опять же, оставляю в стороне множество нюансов. Решающим условием для обретения спасения оправдания служит истинное покаяние, контритсо. Истинное покаяние – это покаяние из любви к Богу, так или иначе. Таким образом, человек, который кается из любви к Богу, кается в своих грехах из любви к Богу, может рассчитывать на спасение. Необходимо, хотя бы в самом зачаточном виде, иметь эту любовь к Богу. Однако, как ее иметь? Откуда я могу знать, что эта любовь к Богу во мне присутствует? Как мне ее найти в себе? Как мне ее в себе обнаружить? И здесь человек оказывается неизбежно в ситуации неизвестности. Средневековые богословы очень любили в этом смысле цитировать первый стих из девятой главы книги «Экклисиаста», который в переводе вульгаты, я сейчас переведу это свободно на русский язык, не так, как на русском языке стоит, а в переводе вульгаты звучит примерно так, «никто не знает, на что он может рассчитывать, на любовь или на ненависть». То есть фактически это толковалось в том плане, что никто не знает, он будет в конце концов обречен аду или спасен. То есть с последней уверенностью это не знает никто. От человека требуется сделать то, что в его силах, то, что ему подвластно, то, что он может, «фацереквот энцеэст». И минимальным требованием является наличие хотя бы вот такой зачаточной небольшой любви к Богу. Но это требование обрекает человека, если он относится к вопросу собственного спасения максимально серьезно, обрекает его на постоянное самокопание, обрекает на то, что он постоянно будет вглядываться в себя в попытке найти, есть ли у него вот это необходимое условие для спасения, или оно отсутствует. Человек будет постоянно задаваться вопросом, есть ли у него любовь к Богу или нет, насколько он искренне исповедуется в своих грехах. Известно, что Лютер очень рьяно исповедовался в своих грехах, иногда его исповеди длились по шесть часов подряд. Так что один раз, это известная история, его наставник Иоганн Штаупец, наставник и духовник, сказал ему, что Христос умер за убийц, за шлюх и за разбойников. Вот когда совершишь приличный грех, приходи на исповедь, а сейчас убирайся и не в Гокульске. Да, постоянные терзания, постоянные самокопания влекли Лютер к постоянной исповеди, к постоянным духовным упражнениям, к постоянной аскезе. Как обнаружить эту любовь к Богу? Это действительно кажется очень трудным, и вот здесь я могу привести слова вполне современного католического богослова Карла Раннера. Длинная цитата, немножко сложно сформулированная, но я думаю, что благодаря этой цитате станет понятно, что имеется в виду. Карл Раннер пишет, «Любовь к Богу тогда есть у нас, когда беспокойство этой любви о себе самой преодолено и релативировано через саму любовь к Богу, когда эта любовь любит Бога и не заботится о себе самой. И поскольку в самых глубинах нашей экзистенции, в Святом Духе, в слове откровения Иисуса Христа, Бог открыл нам, что Он всегда готов сам эту любовь к Нему своим собственным Духом возбуждать в наших сердцах, мы полагаемся смело на верующую надежду на то, что мы любим Бога, даже если само наше сердце в Его плачевном состоянии почти ничего не знает об этом. И чудо такой любви остается навечно непостижимым. Только тот может поверить в Него, кто пытается, когда рождается этот страшный вопрос, бежать к самой Божьей любви и имеет мужество оставить этот вопрос в конце концов без ответа. Вот эти слова буквально, практически буквально повторяют то, что говорил Лютеру Иоганн фон Штаупец, когда Лютер излагал ему свои переживания и искания. Если хочешь обрести любовь к Богу, думай о Боге, а не о себе самом, обращайся к Нему, но в конце концов до конца, до самого конца ты все равно ничего не будешь знать. Но если бы все сводилось исключительно к этому вопросу, есть ли во мне вот эта искорка Божьей любви или ее нет, любви к Богу или ее нет, это все было бы достаточно просто. На самом деле Лютер фактически пережил гораздо более страшный вопрос, который также касался любви к Богу. И этот вопрос заключается в следующем. От меня требуется любовь к Богу. В конце концов, это самое первое и самое главное заповедь, о которой говорит Христос, «Возлюби Бога всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всею крепостью твоей, возлюби Бога всем твоим существом». Но проблема как раз и заключается в том, что полюбить по требованию невозможно. Если к нам обращаются с требованием любить, то полюбить мы не можем. Именно в силу того, что это требование присутствует. Это как если бы кто-то подошел к нам с пистолетом или ножом, приставил бы его к горлу и сказал, вот полюби меня. Все, что может человек делать в такой ситуации, это пытаться заставить себя полюбить. Пытаться делать вид, как будто он любит. Пытаться обманывать другого и самого себя в том, что он любит, но не полюбить по-настоящему. Полюбить невозможно именно потому, что любовь от нас требуется. И вот это как раз и было тем страшным личным открытием, экзистенциальным переживанием, которое и стало для Лютера ключевым. Я не могу полюбить Бога, я не могу его полюбить, потому что он требует от меня этой любви. Бог требует от человека заведомо невозможного. Исполнить заповеди нельзя не потому, что их много, не потому, что они тяжелые, не потому, что за всем не уследишь, а потому, что даже самую первую и самую главную заповедь исполнить невозможно. В принципе, по определению. Чем больше будешь стремиться ее исполнить, тем больше будешь впадать в лицемерие и в обман. И вот я часто привожу эту сетату, приведу ее еще раз, поскольку мне она кажется очень иллюстративной. Это слова Вернера Эллерта, крупнейшего лютеранского богослова начала XX века, который, на мой взгляд, как никто другой, проник в дух Лютера. И вот как он описывает ситуацию человека, который оказался перед таким выводом, который ощутил то, что ощутил Лютер. То, что нам говорится о законе, обретает весь свой ужас, когда мы это применяем к себе. Здесь мы можем только повторить, что перед Богом, который, взывая нас к жизни, одновременно влагает нам в руку оружие, которым мы должны бороться с ним, который затем давит нас, потому что мы с ним боремся, который, к тому же, восклицает, обращаясь к нам, это твоя вина. Перед таким Богом мы можем только ужасаться. Это Deus Abscunditus. Теперь мы знаем, что его сокрытость имеет основание не в ленности нашего ума или в слабости нашего разума. Его сокрытость парадоксальным образом является содержанием его собственного откровения. Она есть неузнаваемость в самом страшном смысле этого слова. Узнавание в самом глубоком смысле всегда направлено на другое «ты». Оно всегда узнавание в любви. Но если мы наши желания узнавать направляем на этого Бога, тогда в наших глазах темнеет и сердце замирает. Мы не можем узнать тогда никакого родства с нами, никакой любви, никакого милосердия, но лишь в противоположность всему этому. Deus Abscunditus – это никакая ни гипотеза, ни иллюзия, ни разрушение иллюзии. Он – это абсолютная противоположность ко всему, что мы о нас самих знаем, имеем, думаем, чем мы являемся, чего хотим, что мы должны и можем. Он – это абсолютно чужой, которому нет никакого моста, никакого пути, никакой возможности достичь взаимопонимания. Мы знаем лишь, что Он предстоит перед нами. Перед Ним мы абсолютно одиноки. Он – это тот, кто нас умертвит. Вот это базовый опыт человека, вставшего перед вот таким вопросом об оправдании. Да, Бог – это действительно, как вчера Теос Хосе сказал, не дедушка на небесах, который к тому же дремлет и сквозь пальцы смотрит на шалости своих внуков. Бог – это не пустота, а полное отсутствие чего-либо, как воспринимается он очень часто в современном мире. Бог – это вот такая неотвратимая, трагическая угроза, которая нависла над всяким человеком, который всерьез воспринимает как заповеди, так и вопрос о собственном спасении. Если воспринять и то, и другое абсолютно всерьез, то Бог превращается вот в такого чужого, в абсолютную и неотвратимую угрозу. И вот это базовый экзистенциальный опыт, на основе которого Лютер и выводит свое учение об оправдании. Именно этот базовый экзистенциальный опыт вот такой вражды с Богом, ужасы перед Богом и является основанием лютеранской хамортиологии, то есть учения о грехе. Действительно, лютеранство подчеркивает, что человеческая природа целиком и полностью искажена грехом. Это не означает, что человеческая природа перестала быть благой, сотворенной Богом. Нет, она остается благой и сотворенной Богом. Но в то же самое время она настолько пронизана грехом, что мы уже не в силах отделить благость человеческой природы от греха. И в этом, собственно, и заключается суть учения о коррупции или об искажении человеческой природы, тотальном искажении человеческой природы. Ну, если говорить очень просто, это примерно как маринованный огурец. Вы можете укусить огурец, но вы почувствуете вкус огурца, но заодно почувствуете и вкус уксуса. И чем больше вы будете кусать огурец, тем больше вы будете чувствовать вкус уксуса. Одно от другого стало неотделимо. Огурец не перестал быть огурцом. Но в любом случае вкус уксуса будет присутствовать. Может быть, другой образ, который может казаться полезным, представим себе человека, который должен достичь определенной цели, на примере, перейти в определенный год. И вот он отправился в путь. Он идет решительно, шагает быстро, так сказать, полон решимости и сил, но проблема в том, что он идет в противоположном направлении. Кто-то указал ему дорогу в противоположном направлении. И чем лучше он будет идти, тем дальше он будет от своей цели. Это не значит, что он идет плохо, он идет замечательно. Он идет в противоположном направлении. Это может нам напомнить на изначальный смысл греческого слова греха, мартея, промах. Мы идем в другом направлении. Мы идем замечательно, но не туда. Вот именно это и подразумевается под учением о тотальном искажении человеческой природы. Это не значит, что она перестала быть благой. Это значит, что она нераздельно слита с грехом. Так что мы одно от другого отделить уже не можем. И в этом смысле грех, в самом глубоком смысле, то, что в лютеранстве именуется первородным грехом, имеет не какую-то нравственную, не моральную природу. Грех это не моральная распущенность, не моральное несовершенство. Грех это наше отвращение от Бога. Грех это то, что может быть замечательно, может быть очень морально. И здесь нам нет никакой необходимости принижать подлинное добро, подлинное нравственное добро. Оно может быть, но оно все равно осуществляется в отдалении от Бога. И даже чем больше мы творим добра, даже истинного добра, тем больше мы вместе с тем и совершаем греха. Вот это и есть, так сказать, основа лютеранской хамартеологии. Здесь, конечно, нужно было бы для исторической понятности, для понятия генезиса, для представления генезиса, где лютеран поговорить немножко о его ранней теологии, с ее 95 тезисами, которые, на мой взгляд, являются еще дореформаторским текстом. Хотя он уже содержит в себе многое важное для лютера и в последующие годы, но все-таки сами по себе являются еще текстом дореформаторским. Но я об этом говорить не буду. Просто в целях экономии времени, если потом появится немножко времени, об этом можно будет сказать. Мы обратимся, собственно, к зрелому лютеру и к тому, как он описывает выход из этой ситуации. Каким может быть решение вот этой проблемы, этого экзистенциального кризиса, в котором, оказывается, пытающийся обрести спасение человека. И здесь ключевым словом, в этом я соглашусь, например, с Освальдом Байером, известным исследователем творчества лютера, лютеранским богословом, является слово промиссио. Промиссио или по-русски обетование. Если говорить очень просто, максимально просто и даже примитивно, то лютер в конце концов приходит к выводу, что мы никак не можем связывать наше спасение с нашими внутренними качествами. Какими бы, что бы мы под этими внутренними качествами не понимали. Мы не можем связывать наше спасение с нашими делами. Естественно, нет, и это очевидно. Исходя из такого представления о грехе, это понятно. Мы не можем связывать спасение с делами. Мы не можем связывать наше спасение с нашим покаянием. Неважно, насколько глубоко я каюсь, это все равно будет действие в рамках вот этого, в рамках этой динамики греха. Мы не можем связывать наше спасение с нашей собственной духовностью, чтобы мы под этим словом не понимали. И в конце концов, решусь сказать, это важно сказать, почему мы это увидим потом. Мы не можем даже связывать наше спасение с нашей собственной верой. Ничто, что есть в нас, не может послужить основанием нашего спасения. Потому что все, что есть в нас, даже самое лучшее, заведомо проникнуто грехом, как вот тот самый огурец с уксусом. Что же тогда является основанием нашего спасения? Если то, что внутри нас, не может никоим образом дать нам спасение или приблизить это спасение, то спасение приходит исключительно извне. Экстранос. Или экстраме. Вне меня. Спасение вне меня. Вне нас. Спасение отдается нам только потому, что Бог обещает нас спасти, невзирая на все вот это, что есть в нас и что заведомо проникнуто грехом. Во Христе Бог приносит эту свою жертву и тем самым искупает нас от греха и возвещает нам об этом. Бог сам делает это без какого-либо нашего участия. Еще раз нужно подчеркнуть, и эти слова нужно понимать совершенно буквально. Без какого-либо нашего участия. Потому что любое наше участие будет заведомо отвержением. Любое наше участие будет заведомо негативным. Все, что мы можем сделать, это отказаться от спасения. Поэтому Бог спасает нас без какого-либо участия. Спасение приходит исключительно из гнева. Христос умирает и тем самым приносит нам спасение. Но это спасение, если бы оно совершилось только на Голгофе и осталось бы неким историческим или метафизическим фактом, не значило бы ничего. Спасение должно быть донесено до каждого конкретного человека. Только тогда оно становится реальностью. То, что произошло на Голгофе, само по себе пока значения не имеет. Голгофское событие должно быть возвещено, должно стать словом. И вот это тоже базовое понятие лютеранского богословия, лютеранского учения об оправдании, вербум, слово. Только когда событие Голгофе становится словом, которое возвещается конкретному человеку, когда ему говорится, за тебя Христос умер, ты спасен, ты прощен, вот тогда спасение и осуществляется. Оно тогда приходит здесь и сейчас. И вот такое провозвестие конкретному человеку, собственно, Уссвольтбайра называет промиссию. Таким образом, лютеранскую церковь не случайно называют церковью слово, не потому что лютеранский пастор любит болтать, хотя и это тоже, но потому что именно слово является спасительной реальностью. Слово провозвестия, слово Евангелия является спасительной реальностью. Это примерно так, как если у вас был когда-то друг, потом он сделал вам что-то очень плохое, вы поссорились, разошлись, многие годы, так сказать, жили отдельно, не общались, но в конце концов вы его простили. Вы решили, прощу-ка я его. И что дальше? Что-то изменилось? Ничего не изменилось. Вы должны его найти и сказать ему, я тебя простил. Вот тогда прощение осуществится. Точно так же и здесь. Прощение осуществляется, когда я говорю человеку, что он прощен, тогда прощение становится реальностью. Точно так же и то спасение, которое дается нам на Голгофе, становится реальностью через его провозвестие. Поэтому, собственно говоря, это немножко шаг в сторону, но именно поэтому в лютеранстве проповедь это не просто благочестивое размышление и наставление, а это сакраментальный акт. Это осуществление спасения здесь и сейчас. И в этом смысле слова носит в лютеранском богословии вполне себе сакраментальный характер. С одной стороны, а с другой стороны, таинство в лютеранском понимании это форма слова. Только особо материальные формы вот этого самого слова промиссио. Иначе говоря, мы можем опять же очень примитивно выразиться таким образом. В писании, в церковной традиции мы находим очень много разных слов Бога. Мы находим заповеди, требования, предписания, угрозы, всяческие обещания, благо за выполнение заповедей. Огромное количество разных слов. И вот среди этого множества разных слов есть и слова, что ради Христа мы прощены. И только в этих словах наша надежда. Потому что все остальные не могут нам дать ничего. Не могут нам принести спасение. То есть фактически происходит следующее. Мы ловим Бога на слове. Среди всего прочего, Он пообещал нам спасение ради Христа. И вот это то обещание, с которым мы придем на суд. Мы придем на суд, не хвалясь тем, как мы исполняли заповеди, или как глубоко мы каялись, или как крепко мы верили. А, единственное, со словами Господи, Ты обещал. Почему мы выбираем именно эти слова из всего множества? Да потому что иначе у нас не было бы никакой надежды, если бы не были эти слова. И вот цепляться за эти слова вопреки всему, что есть в мире, в нас, в Библии, в церковной традиции, где угодно. Цепляться за эти слова, это и есть вера в лютеранском понимании. Вера это не некое духовное качество. Это не некая совокупность духовных качеств. А вот это судорожное, отчаянное цепляние вот за эти слова. Ради Христа вы прощены. Таким образом, будет не совсем корректно говорить о том, что в лютеранском богословии есть тезис о том, что мы оправдываемся верой. Вот в таком виде этот тезис некорректен. Никогда бы лютер и лютеранство вот с этим тезисом в таком виде не смогло бы утвердиться. и этот тезис сам по себе достаточно бессмысленен. Нас оправдывает не вера. Вот ни в коем случае. Потому что вера это то, что в нас. Мы оправдываемся и вот здесь вспомним одну из этих знаменитых соли. Мы оправдываемся сола грация. Только традиционно это выражение переводится только по благодати. Но это не верный перевод. Не совсем верный перевод. Потому что грация будет более уместно переводить не как благодать. потому что со словом благодать связано нечто можно придумать массу обозначений от более грубых до более тонких энергия субстанция качество все что угодно нечто что дается мне и что становится моей частью. Нет. По словам грация в первую очередь нужно понимать то, что по-русски называется милость. Мы оправдываемся по милости Бога. Бог милует нас. И милость Бога это не какое-то наше качество само по себе. Милость Бога это отношение Бога к нам. Таким образом оправдание осуществляется по милости Бога. И мы осознаем это оправдание принимаем его через веру. Вера в данном случае не является причиной оправдания. Очень часто в таких довольно примитивных проповедях можно услышать примерно следующее. Бог что значит оправдание поверия? Вот мы поверили и за это Бог дает нам спасение. Вот за это Бог нас оправдывает. За то, что мы поверили и поверили правильно, поверили крепко, поверили сильно. Это конечно категорическое искажение учения Лютера и учения лютеранской церкви. Вера спасения это не награда за веру. Вера это скорее следствие того, что нам дает спасение. Таким образом оправдание происходит соло грация в первую очередь. Вера здесь носит вспомогательный характер. Таким образом в конце концов у Лютера меняются и взгляды на покаяние. Покаяние всегда оставалось для него ключевым словом, начиная с 95 тезисов, которые собственно с этого и начинаются. С этого слова Господь и Учитель наш Иисус Христос говорят сотворите покаяние, желал чтобы вся жизнь верующих была покаянием. С этого начинаются 95 тезисов и эта мысль о покаянии, эта концепция покаяния пронизывает все богословие Лютера вплоть до самого покаяния меняются. Покаяние это не только и не столько сожаление, раскаяние в своих грехах, и это тоже. Но в первую очередь обращение от себя ко Христу, а тем самым обращение от греха к Богу. Подхватывая то, о чем мы говорили в начале, и исходя из наших новых представлений, которые появились у Лютера, которым он учил, мы можем вместе с Лютером сформулировать следующее. Грех как таковой это есть не что иное, как инкурвацию Ипсу. Иначе говоря по-русски обращение в самого себя, обращение к самому себе. Когда человек смотрит на себя, а не на Бога. Когда человек самого себя видит хотя бы отчасти причиной собственного спасения, а тем самым хотя бы отчасти видит своим спасителем. Вот это и есть главное, первое и решающее проявление первородного греха. Не моральные какие-то искажения, проступки, распущенности и так далее, а возложение надежд на спасение на себя хотя бы отчасти. Вот это и есть первородный грех в его чистом виде. поэтому в этом смысле верующий человек постоянно обращается от себя к Богу. Это и есть процесс покаяния, обращение от себя ко Христу. И здесь я полностью соглашусь с отцом Хосе, что это динамика, это процесс. Прогресс. Но вот с чем я и наверное Лютер может быть не согласились бы с тем, что в этом процессе и в этой динамике есть прогресс. Здесь нет прогресса. Здесь есть постоянное возвращение ко Христу. Это снова и снова обретение веры. Каждый день заново. Каждый день по-новому. Достаточно вспомнить знаменитую цитату из краткого катехизиса Лютера. Когда он описывает, что такое крещение. Он пишет знаменитые слова. Живущий в нас ветхий Адам путем ежедневного сокрушения и покаяния должен быть утопляем и умерщвляем со всеми своими грехами и похотями. А вместо него должен ежедневно возрастать и воскресать новый человек, живущий вечно в праведности и чистоте перед Богом. Это ежедневный процесс. Умерщвление ветхого Адама и рождение нового. Мы ни в какой момент не можем сказать, вот теперь я верующий человек, вот теперь я обрел веру. Вся наша жизнь это постоянное новое обретение веры. И однажды Лютер к этим словам добавил еще одну фразу, когда он писал, что ветхий Адам путем ежедневного сокрушения и покаяния должен быть утопляем. Он сказал однажды дополнительно, но имей ввиду это бестия умеет плавать. Еще один лютеранский богослов и церковный деятель, говоря о понятии освящения, но он имел ввиду примерно то же самое, что имеет ввиду Лютер, и на мой взгляд эта цитата подходит. Эти слова мне кажутся очень точными, когда мы говорим о том, что такое жизнь верующего с точки зрения Лютера в Лютеранской церкви. Вера возникает во все новых и новых прорывах, каждому из которых предшествует угроза полной внутренней катастрофы. Освящение становится не сохранением и подтверждением веры, но снова и снова должно быть выстрадано. Иными словами, вера это процесс, который происходит ежедневно. Это постоянное и постоянное приход к вере. И здесь важным становится вот тот тезис, который вчера тоже прозвучал, тезис о христианине как праведнике и грешнике одновременно. Симул юстус от пикатор. Каждый христианин одновременно праведник и грешник. Причем и то и другое нужно понимать в абсолютном смысле. Не в том смысле, что в христианине еще немножко есть греха, но уже и праведность прибавилась или там какие-то пропорции. Нет. Христианин в абсолютном смысле слова грешник. И здесь отличие, скажем, лютеранской церкви. Лютеранская церковь достаточно четко учит, что первородный грех ни крещением, ничем другим не изглаживается. Человек остается грешником. Человек остается проклятым грешником. Человек остается в той самой ситуации, которую я иллюстрировал словами Вернера Эйлерта. Человек постоянно, каким бы он ни был, пребывает перед лицом вот этого самого чужого Бога. Вот этой самой смертельной трагической угрозы. это остается реальностью для любого человека. Но в то же самое время, именно как вот этот обреченный аду грешник, он все же прощен и спасен. Христианин не просто прощенный и спасенный человек, христианин прощенный и спасенный грешник, абсолютный грешник. Таким образом, и здесь характерная черта мышления Лютера и во многом богословия лютеранской церкви это характерная черта постоянной дуализм понятий. Христианин одновременно проклят и обречен аду и одновременно спасен Христом. И то, и другое одновременно. И то, и другое сохраняет свою полную силу для христианина. И закон, выражаясь терминами лютеранского богословия, который убивает и проклинает и Евангелие, которое спасает верующих христианин и под законом и под Евангелием. Он одновременно и праведник и грешник. То есть нельзя сказать, что вот когда-то мы были прокляты, а теперь мы стали все чистые, спасенные и так далее. Нет. Мы по-прежнему прокляты, как люди обречены на аду. Но именно таких нас Бог прощает и принимает. Это как два полюса, между которыми проскакивает искра. И стоит, и здесь нельзя искать никакой гармонии, здесь нельзя искать никакого баланса. Нужно сохранять и то, и другое в максимальном напряжении, в абсолютном напряжении. То есть нельзя сказать, что вот скажем так, Бог нас прощает, Он от нас требует совсем немного, вот дескать, там только чуть-чуть что-то сделать, а все остальное Он за нас делает. Это будет такое Евангелие лайт. Оно не работает. Или нельзя сказать, что вот мы грешники, потому что мы там не исполняем заповеди, что-то там воруем иногда, неправду говорим, и вообще, так сказать, нехорошо себя ведем, это будет закон лайт. Тоже не будет работать. Мы грешники, потому что мы абсолютно прокляты, как просто по факту своего существования. И мы праведники, мы святые, мы спасены, потому что Христос умер за нас. И нам дана праведность Христа. В этом сложность лютеранского богословия, в этом сложность мышления лютера, которое оказывается в экзистенциальном плане очень тяжело. Но именно в этом, как мне кажется, и его сила. И несколько слов о том, какую же роль во всем этом тогда играют наши дела. дела. Зачем нам тогда делать добрые дела? Если наше спасение никак от них не зависит. а не зачем? В том-то дело, что не зачем. Нам не нужно делать добрые дела, чтобы обрести спасение. Именно поэтому наши добрые дела становятся по-настоящему добрыми. основная мотивация для основная нравственная мотивация для лютера и для лютеранской церкви это не вопрос, что бы мне сделать, чтобы за это набрать баллов на небе. Баллов на небе больше, чем у меня уже есть, я не наберу. И те, что есть, я не потеряю, даже если сделаю что-то не так. Основная мотивация для лютера и в учении лютеранской церкви не в том, как мне правильно исполнить закон, как мне правильно исполнить заповедь, а в том, как мне помочь нуждающемуся ближнему. Когда перед нами стоит какая-то проблема, какой-то вопрос, как в той или иной ситуации правильно поступить, то мы должны размышлять не о том в первую очередь, а что сказано в заповедях, а о том, что принесет пользу моим ближним. Вот такая мотивация в этическом плане будет единственно правильной. Именно в этом контексте нужно понимать вот эти знаменитые слова лютера, которые вчера также звучали, пекка фортитер, греши смело, когда один из его друзей, это был как раз Филипп Миланхтон, обратился к нему с письмом, в котором описывал, что он очень часто не знает, как поступить в той или иной ситуации, чтобы не нагрешить, лютер ему ответил, греши смело, но еще крепче веруй и радуйся во Христе, не бойся согрешить, бойся не помочь ближнему. Достаточно яркий пример такого чисто лютеранского подхода в этике явил собой, например, всем известный Гитрик Банхёфер. Будучи достаточно в некоторых отношениях консервативным лютеранским богословом, он искренне исходил из идеи о том, что всякое сопротивление, активное сопротивление властям, тем более вооруженное сопротивление властям является грехом. Для него это было несомненно. но тем не менее он участвовал в подготовке покушения на Гитлера, считая, что это грех, но считая, что этот грех он должен взять на себя ради своих ближних, ради своего народа. С точки зрения лютеровской этики это и есть высшая нравственная добродетель ради ближнего взять на себя грех. то есть не исполнение заповеди как таковое важно, а помощь конкретному ближнему в конкретной нужде. вот собственно в двух словах что я хотел сказать об учении об оправдании много еще можно тут говорить о каких-то деталях приводить каких-то цитат и так далее но на этом пожалуй пока остановлюсь оставив немножко времени для вопросов ближний это только тот кто рядом ближний это любой человек который нуждается моей помощи оправдание извне вы сказали да как тогда приобщить это понимание к высказыванию что новое строение церкви есть теперь мы Христос голова как в этом случае оправдание извне то есть вы имеете ввиду что Христос соединен как бы с церковью да это метафора церковь как тело Христос как голова этого тела одна из метафор которые есть в новом завете например церковь как невеста Христос как жених то есть либо голова либо жених это мик Метафоры. Каждая из них выражает определенную истину, но ни одну из них нельзя абсолютизировать. Поясните, пожалуйста, каким образом метафора суда присутствует в учении Лютера? Да, суд, естественно, в учении Лютера присутствует, и даже более чем. На самом деле для Лютера суд был даже более страшным, чем ад. Суд это страшнее. Суд это было то, чего он действительно боялся, и то, чего по мысли Лютера должен бояться всякий христианин. Суд это то, через что нам надлежит пройти, и если говорить очень просто, при помощи каких-то простых образов, на суде про нас будет показано все, и мы увидим себя во всем этом ужасе, все будет показано. Но с этого суда мы выйдем оправданными. Но через это надо пройти. Здесь можно найти некий аналог при желании учения участилища, хотя, конечно, он слабый. Суд это действительно некое внутреннее откровение по отношению к самому себе. И это откровение еще страшнее, чем это осознание себя полностью грешником? Но мы здесь на земле пока себя все-таки полностью грешниками осознаем далеко не всегда. Это, скажем так, бывает в определенные минуты. А так большую часть жизни мы проводим все-таки, не задумываясь об этих вещах. Будь мы хоть трижды монахами. А вот на суде это будет абсолютно и полное сознание. Вот те моменты, о которых, скажем, писал тот же самый Эйлерт, или свидетельство, которое можно найти у того же Лютера, это лишь некое предвкушение суда, так сказать, предвестие суда. А на суде это действительно будет абсолютно полное сознание своей потерянности. То есть этот парадокс будет продолжаться в вечности? Нет, в суде нет. Нет, в вечности нет. Суд это, в конце концов, последний этап, который мы проходим, перед тем, как получить, так сказать, вкусить оправдание уже в полной мере вечности. В котором больше не будет осознания собственной грешности. Да, там уже грех уходит как таково. Мы не можем сейчас как-то строить представление о психологическом состоянии спасенных на небесах. Это было бы несколько самонадеянно. Но да, в вечности мы избавляемся от греха. Что бы это ни значило. А если постараться представить, что этот окончательный суд, он уже каким-то образом присутствует в жизни. То есть это эсхатология... Да, осуществленная эсхатология. Да, то есть в конце концов, в воскресении Христа каким-то образом последние времена уже начались, да? Можем это сказать. Скажем так, здесь мы вступаем в область эсхатологии. Здесь в лютеранской церкви столько же разных всяких теорий, как и в любой другой. Поэтому здесь я не могу сказать, что какая-то эсхатология или какая-то эсхатологическая теория является специфически лютеранской. Поэтому здесь мы можем тоже говорить о разных вещах. Ну, меня больше интересует связь этой метафоры суда с тем, насколько то, что происходит на этом суде, происходит уже сегодня с человеком. Безусловно, мы определенным образом можем предощутить то, что происходит на суде. Когда мы, скажем, когда мы совершаем покаяние, мы предощущаем суд. То есть это освобождение от бремени греха в том числе? Это осознание нашего греха. Суд – это не освобождение от греха как таковой. Суд – это показ нашего греха. Освобождение от греха дается нам исключительно жертвой Христа. Суд сам по себе не освобождает от греха. Суд показывает нам наш грех. И тем не менее оправдывает. Да, и вопреки нашему греху, вопреки нашему греху выносится оправдательный приговор. Необходимость оправдания. Без всякой необходимости. То есть необходимости оправдания нет. По необходимости мы все прокляты. Правильно ли я Вас понял, что маринованный огурец в процессе маринада утрачивает какую-то часть свободы воли, дарованной ему во время варенья, которую он обладал до греха падения? Ну, я не уверен, что огурца вообще была когда-либо свобода воли. Но если говорить на эту тему, то для Лютера, конечно, это очень сложная тема. И здесь очень много пластов. Нам нужно, опять же, учитывать, что Лютер писал в 16 веке. Мы сейчас исходим из позиций 20-21 веков. Но для Лютера совершенно очевидно, что никакой свободы воли у человека нет. Для Лютера это абсолютно очевидно. Не то, что человек утрачивает, как этот огурец, какую-то часть свободы воли. У него его нет отрождения. По той простой причине, что человек уже заведомо стоит на стороне зла. Он уже рождается, как враг Бога. Но для того, чтобы быть в стороне зла, нужно быть свободным. Потому что без свободы нет зла и нет добра. А вот это не так. То есть, опять же, в нравственного зла и добра нет. Но есть, да, может быть, слово зло неправильно употреблено на стороне греха. Грех это не обязательно зло в нравственном смысле. Зло это зло. Вот здесь мы можем проводить разницу между грехом и злом. То есть, грех это одно. Грех это, скажем так, противление Бога, движение в противонаправленном направлении. А зло в нравственном смысле, это может быть совсем другое. Это точно так. Кстати, если мы исходим из того, что говорили, потому что то, что мы говорили здесь, то грех это когда человек отправляется к себе, отвращается к себе и отвращается от Бога. Это определение не Лютер, это принес из-за того Агустина. Да, конечно. И это определение эндразвенного зла. Потому что кроме эндразвенного зла есть физическое зло. Можно сказать метафизическое, это же какое-то оно. Но грех это как раз и на латинском языке, даже не в христианской литературе, пекатум, это используется в латинской литературе вне христианского мировозжения. Они пекатум означают как раз эндразвенное зло. Я не вижу здесь... Потому что если нет никакой свободы, нет никакого эндразвенного зла. Значит, я не виноват. Почему я проклят? Почему я осужден? Если я ничего... Да, я родился такой. Хорошо, ладно. Но в каком смысле можно... Можно... Как это сказать? Придавать мне вот ответственность за это. Значит, я считаю, что зло, зло эндразвенное. И грех для меня... Я продолжаю литерики, но... Значит, зло означает именно... Простите, грех означает как раз эндразвенное зло. Иначе это... Как бы непонятно, ну, значит... И потом, конечно, нужно сказать... Не знаю, что... Значит... То, что вы говорили о злове и его сакргментарственной змеи... Я в этом согласен. У нас в католической церкви говорят тоже так, но... Но, значит, когда... Когда... Событие Христа становится словом... Проповеди... А разве проповедь это не дело? Кто-то делает это. Кто-то делает. Значит... Я не знаю... Я имею в виду, что здесь есть какие-то... Водновесия, которые... Не знаю... Не избегают противоречия, но... А когда человек прилипается к злому и чужбит себя спасенным, потому что он принимает Христа... Мы это тоже так говорим. А это не дело? Но мы говорили, что человек коррумпирован полностью, и все, что он делает, это грех. Проповедь грех. И прилипеться к злому тоже грех. Я не знаю... Здесь есть противоречия, которые, по-моему, только словами невозможно преодолеть. Но поэтому я лично считаю, что нужно идти дальше Лютера и возвращаться к Павлу. Потому что Павел говорит, что спасение через веру. И Павел все-таки поет, поет им любви. Я считаю, что, наверное, нужно... Кстати, я когда был в Риме в октябре, там была конференция о Лутере тоже. Там были католические и тоже лутеранские, значит, богослови. И некоторые из лутеранских богословов говорили об этом, что Павел это не Лютер avant la lettre. Конечно, нет. Конечно. И поэтому я, если выбрать, я бы подсел Павла. Нет, Лютер это не Павел, но... А по делам их узнаешь? Здесь что? Простите. Ну, тут целый комплекс вопросов. Да. Но главный момент, с которым мы, собственно, начали момент о свободе и воле, да, то есть можно просто и буквально констатировать, с точки зрения Лютера никакой свободы воли у человека нет. В деле спасения. В деле спасения. В том, что стоит ниже человека, условно говоря, в иерархии бытия, пользуясь вот такими терминами, человек обладает свободой, ограниченной свободой, естественно, да, потому что она ограничена его физическими или прочими возможностями, теми же самыми остаточными инстинктами и так далее. Все это человек ограничен, но определенной свободой по отношению к миру он обладает. Это естественно. Но по отношению к Богу человек не может обладать свободой. И вот здесь как раз важное различие между Лютером и, скажем, католическим мышлением, согласно которому по Лютеру Бог это по определению тот, кто контролирует и направляет все. Поэтому если мы в чем-то ограничиваем Бога, а человеческая свобода, естественно, ограничивала бы Бога, получалось бы, что Бог на что-то не может повлиять, на что-то не влияет, то он был бы не Богом. Для Лютера это базовое понятие. Бог это, выражаясь потом словами Шлейрмахера, вера это чувство абсолютной зависимости. Для Лютера это примерно так и есть. Я абсолютно зависим. И вот та реальность, от которой я ощущаю свою абсолютную зависимость, это и есть Бог. Поэтому говорить о том, что я свободен, это значит, что я в каком-то смысле являюсь причиной собственного спасения, если оказываюсь спасен. И это значит, что я должен возлагать свои надежды на себя, а не на Бога. И тем самым самого себя делать Богом. Это логика Лютера. Мы можем с ней, так сказать, соглашаться или не соглашаться, но это его логика. Для меня проблема, что логика Лютера это логика Охома. И логика Охома очень проблематична. Отчасти, да. Это номинализм, это означает, что воля Божия абсолютно внешняя и произволная, без никакой... Вот не совсем так. У Лютера это так. У Охома это так. У Охома так, да. У Лютера это не совсем так. Он пропитался этим богословием очень сильно, потому что это то, что преподавалось тогда. Да, вот. И я в этом смысле считаю, что он как раз, и вы цитировали Лаэль Махери, и хорошо, что делали, потому что как раз он психолог... Кстати, он понимает благодать чисто психологически. И это очень-очень проблематично. И поэтому мне кажется, что опыт, из которого он строит свое богословие... Я не хотел сказать вот так, вы меня простите со злого, но... Патологическое чуть-чуть. Потому что у него был вот этот страх, потому что он не мог чувствовать себя. И это зависело отчасти от той духовности и от этого номинализма. И поэтому, значит, имейте в виду, что номинализм Охома связан с... Он был эмпелагианец практически. Значит, человек должен свои воли вот... И практически в школе Охома человек зарабатывает свое спасение своими делами, ну... Вот принимая произволную волю Божию, ну... И, конечно, это было очень... Ну, это отражается вот в этом опыте. И поэтому, по-моему, выход Лутера был вот... И ты в другой краю остыть. Ничего невозможно делать, потому что у него были свои психологические проблемы. И, в итоге, вот, мы спасены благодатью, и здесь дела как бы ни при чем. Хорошо? Ну, это какая-то современная. Ну, я считаю, что это... И то, что я говорил вчера, значит, это полное развращение природы. Это, значит, некое абсолютное зло, но это невозможно. И поэтому для меня вопрос... Во-первых, давайте вопрос. Я не хочу читать доклад, потому что вы докладите сегодня. Вопрос такой. Исходя из того, что вы говорили, я должен себя включать... Скажите, если бы это не так, но я должен себя включать... Что Лутер защищает апокатастосис. Но это не так, а как-то. Это логичное заключение. Лутер как раз на эту тему размышлял. А можно пояснить, что такое апокатастосис? Все спасаются. Учение о всеобщем спасении. Все спасаются, никто не попадет в ад. Можно и расслабить. Да, это учение о всеобщем спасении. Лутер как раз размышлял об этом, и он говорил, что с точки зрения Евангелия, если Бог желает всех спасти, если Бог это абсолютная сила, то все должны быть спасены. Но в то же самое время Лутер говорит, что из Писания мы знаем, что это не так. Таким образом, возникает проблема. Эту проблему, скажем, Кальвин решает очень просто. Он говорит, одних Бог предопределил ко спасению, других предопределил к проклятию. Такой у нас Бог. И добыл ему славу. Это предопределение, да. А Лутер юристом не был. Кальвин был юристом. Лутер, так сказать, от этого даже в монастырь сбежал. Вот он юристом быть не хотел. Поэтому он говорит, мы имеем дело с двумя моментами. Первый момент. Бог хочет всех спасти. И если Он хочет, то Он может это спасти. С другой стороны, не все оказываются спасены. Мы бы могли предположить, как Кальвин, если бы не знали Христа, что Бог действительно кого-то проклинает, кого-то спасает. Но во Христе Он открылся, как спасающий всех. И поэтому Лутер говорит, что здесь мы имеем дело с сокрытым Богом. Deus absconditus. Сокрытый Бог. Сокрытый означает... Сокрытый не только от нашего разума, мы не знаем, почему это так происходит, но и от наших чувств, и от нашей христианской совести, как христианской совести, мы не можем это понять, мы не можем это принять, мы не можем это вообще как-то осознать, что Бог желает всех спасти, обладает всем могуществом, а кто-то, оказывается, все-таки проклят. И, как говорит Лутер, в этой жизни мы не сможем найти ответ на этот вопрос. Это последняя и самая страшная тайна в Боге. Ответ на нее откроется только в вечности. И вот здесь последнее, что я хочу сказать, как раз становится самым важным, почему так важна для Лютера вера и почему так важно евангельское слово. Потому что слово о том, что «мы спасены, что ты спасен, или я спасен во Христе», оно звучит впреки тому, что я о себе знаю. Я знаю о себе, что я такой грешник, что я спасен быть не могу. Оно звучит вопреки миру, потому что я знаю, что в мире никто просто так никого не спасает. И оно звучит вопреки самому Богу. то есть верить в Евангелие это во многом верить вопреки последней тайне Бога то есть вера в Евангелие это действительно огромное дерзновение с точки зрения Лютера это вера вопреки сокрытому Богу да сейчас там вопрос сзади был где-то вот вы поймали Бога настоя, как вы сказали обещал, должен сделать а где гарантия того, что он это сделал а вот это и есть слово, а вот это и есть вера потому что гарантия, мы не можем потребовать гарантий но ничего другого у нас нет кроме вот этого слова вот ничего другого у нас просто вообще нет но вера это акт или не акт? это дело или не вера? потому что я считаю, что да то вера это акт вера это не дело в том смысле что вера не является основанием для нашего спасения Хорошо, но это мое дело. Я верю. Хорошо? А я абсолютно распрощен или коррумпирован грехом. Когда верю, грешу. Это странно очень, но? Не знаю. Потом у меня есть другой вопрос. Насчет любви. Вы говорите, любовь невозможно прикасать любовь. Знаете, кто это говорит, кроме Ебитера? Говорит Кант. Потому что Кант понимает неправильно любовь. И, по-моему, в том, что вы говорили, есть очень ограниченное понимание любви. Невозможно влюбиться по прикасу. Но я могу волей своей делать добро даже тому, кого я не люблю чувственно. Любовь – это не только любовь, как вера. Это не только чувство. Любовь опять исходит из духовного центра человека и схватывает и расум, когда любишь, понимаешь. И сердце, когда любишь, делаешь, стараешься. И чувство, конечно, иногда, не всегда. Хорошо? Кстати, надо понять, любовь гораздо глубже, чем просто какое-то чувство, которое прикасать невозможно. Понятно, что это невозможно. И поэтому, когда Иисус Христос говорит, любите друг друга, любите Бога и так далее, значит, Он говорит то, что, в принципе, понять можно и реализовать тоже. Потому что Бог отправляет дождь и солнце на тех и других. То есть Бог делает добро хороших и плохих. И мы можем тоже делать. Даже если мое чувство, я могу, любил добрый самолетянин того раннего человека, которого не знал, с которым не дружил, на которого мне просветили на приват, любил его. Чужвами своими? Ну, наверное, нет, не знаю. Ну, жалуются, да, хорошо. Но, кстати, это возможно, я считаю. Поэтому свести любовь только к этому, мне кажется, очень бедное понимание любви. Да. Значит, я два вопроса выделю. Значит, первый вопрос о вере. Как дело? Вера, с точки зрения Лютера, это также дар Бога. Я не могу поверить. Я так понимаю. Это дается Богу. Да, да, да. То есть человек решает, поверить ему или не поверить. И вот здесь тоже очень важно, почему Лютер говорит о рабстве воли. Это элементарное, даже не то, что богословское, это элементарная, в том числе и психологическая вещь. Вот здесь передо мной стоит бутылка воды. Если я хочу пить эту воду, я могу ее выпить или не выпить? Это понятно, да? Но я не могу захотеть-захотеть выпить эту воду. Моя воля пленена. Если я хочу, я могу сделать или не сделать, но я не могу захотеть по своему желанию. И вот именно поэтому человек не может полюбить, не может поверить, он не может даже захотеть выпить воду. Здесь нужно отвечать желание от хотения. Это важные вещи. Это очень важно. Да, да, да. Волевой акт и желание, это не то же самое. Я могу желать или не желать пить, это от меня не зависит. Но хотеть или не хотеть зависит просто от меня. Я хочу. По-русски звучит очень хорошо, в других дипсихах тоже. Мне то же самое сказать, я хочу, а говорить не хочется. Не хочется, это происходит у меня без моей воли. Но я хочу или не хочу, это зависит от меня. И я могу прикасать... Это говорит Лурия Аристотель. Я очень люблю Аристотеля. Вы нет. Конечно, я не понимаю, но... Но что такое задача? Это ограниченное понимание этики. Но это очень важное понимание этики. У Соловьева тоже находится. Когда он говорит о отношении к себе. Что значит для Аристотеля этическая задача? Подчинять страсти к разуму. Я могу чужого ненависть, но мое совесть, это практический разум говорит, но нельзя так поступать. Понимаете, я не знаю, в этом плане, мне кажется, что нужно уточнить чуть-чуть побольше. Может быть и нужно, но я исхожу из простого факта, что я не могу захотеть пить эту воду, если я ее не хочу пить. Я не могу ее захотеть по своему желанию. Точно так же, как я не могу захотеть поверить в Бога. Я не могу захотеть кого-то полюбить. Хорошо, тогда у меня вопрос конкретный. Иисус Христос говорит, пошли со Мною. И некоторые пошли со Ним, а другие нет. Например, вот этот богатый юноша. Хорошо? Иисус Христос очень жален. Хорошо? Как можно понять это решение? Последоваться Христом и не последоваться Христом. Значит, зачем Он, уважая нашу свободу, если она есть, я считаю, что да, уважая нашу свободу, оставляя у нас возможность принимать решение, но Он присывает. Конечно, в этом есть и спасение, что Он присывает. Он предлагает и спасение. Но мы можем говорить да или нет? Некоторые говорили да, апостолы, например, и другие, другие говорили нет. А это что означает? Это Евангелие, но это не схоластика, это же Евангелие. Как это понятно? А какое значение имеет это? Значит, с точки зрения Лютера, я еще раз говорю, с точки зрения Лютера, можно говорить о современных лютеранских богословах, они тоже могут себя по-разному понимать, потому что в лютеранстве, с точки зрения Лютера, мы сейчас говорим именно о его учении, об оправдании, как оно есть, любой призыв, который содержится в Писании, это прежде всего закон. Закон, в терминологии Лютера, это призыв, заповедь, и главная цель закона, главная цель закона в том, чтобы показать человеку его неспособность. То есть, если в Евангелии сказано заповедь «возлюби Бога», она дана именно для того, чтобы человек понял, что он не может возлюбить. Это, собственно, элементарная базовая мысль Лютера. Различение между законом и Евангелем. Закон, главная его цель, показать человеку неспособность сделать то, что он требует. Показать человеку его вот этот самый грех. Евангелие дает человеку спасение, оправдание, уже ничего от него не требуя. Это вот базовая диалектика лютеранского богословия, различение между законом и Евангелем. И, собственно говоря, Лютер и говорил, что подлинный специалист богословия – это тот, кто умеет читать Писание, различая в нем законы Евангелия. Таким образом, призывы, заповеди, они главная их цель, в конце концов, с точки зрения Лютера, показать человеку его неспособность. Даже те, которые в Евангелии? Естественно. Опять же, когда я говорю «Евангелие», вот есть такая пара понятий в лютеранском богословии – закон и Евангелие. Значит, под словом Евангелия здесь понимается не четыре книги Нового Завета и не учение Христа в целости, в целостности, а только и исключительно весть о прощении наших грехов и спасении ради Христа. Вот когда мы говорим вот это пара понятий, то слово «Евангелие» имеет исключительно значение спасение, спасительное весть. А не все, что учил Христос. В том, что учил Христос, было очень много закона. Ну, вы же. Здесь мы тогда возвращаемся, или не возвращаемся. Здесь стоит вопрос, насколько Лютер верен и Павлу, и, в конце концов, Евангелию. То есть он выбирает определенные критерии, согласно которому он интерпретирует Священное Писание, Новый Завет. Причем здесь, да, как вы правильно указали, закон Евангелия – это не разделение между Ветхим Заветом и Новым Заветом, а это вот, как вы объяснили. Но тогда нужно как-то обосновать этот выбор Лютера, этого критерия. Потому что, если посмотреть на слова «евангелизировать», о Иисусе сказано, что Он евангелизировал. То есть Он возвещал о том, что пришло Царствие Божие и так далее. И как я могу… То есть кто мне даст критерий, чтобы понять, где здесь Иисус хочет показать, что вы не способны исполнить заповеди Божьи, а здесь сказать, что вот спасение к вам приблизилось. Причем Он евангелизирует до того, как Он умер и воскрес. Да. Очень правильный вопрос. И, собственно, мы возвращаемся к самому началу, к тому, о чем я сказал. Богословие Лютер – это богословие определенного духовного опыта. Того опыта, через который он прошел. И этот опыт, в принципе, сам Лютер тоже в некоторых местах связывает. Это Римлянам 1, 17, 18. Римлянам 1, 17, 18. Когда говорится о том, что Бог дает закон, а затем еще дает в качестве особой милости и Евангелия, но если Евангелие – это еще больше усиление закона, возьмем Нагорную проповедь, тогда в чем же здесь милость? Бог, наоборот, делает положение человека вовсе безнадежным. Если там 10 заповедей еще можно себе представить, как исполнить, то Нагорную проповедь уже точно нет. Таким образом, по словам Евангелия подразумевается нечто другое. Евангелие не может. То есть для Лютера это действительно была тяжелая экзистенциальная проблема. Что же хорошего в Евангелии? Если это новые заповеди, заповеди куда более сложные. Соответственно, вот и отсюда и возникает вот этот критерий – это развлечение. Евангелие в данном случае – это весть о спасении. Это не новый закон, не новая форма закона, не усложнение закона, не усиление, не ослабление, а нечто закону противоположное. Интересно, потому что заповеди, как говорят в русском неправильно, кстати, блаженство, блаженство – это не заповеди, это формула счастья. Блажение – это счастье. Кто счастлив? Кстати, где он говорит, что Христос начинает говорить, какие люди есть счастье, и специалисты сегодня говорят, что он на самом деле говорит о себе. Это автопортрет Иисуса Христа. Даже если ты плачешь, если тебе плохо, все-таки Бог тебя благословляет. Не думайте, что вам плохо, Бог прокляет вас, как думали в ветхом совете, в частности, хотя бы, но наоборот, это видно у Него. Поэтому это у Него видно прежде всего на кресте, потому что Бог воскресил Иисуса Христа. Значит, крест – это не крест без воскресения. И что значит крест и воскресение? Что значит воскресение? Первый день недели. В Евангелии от Иоанна говорит, когда было еще темно. Еще темно, но уже начинает свет. Первый день недели – это день нового творения. Новое творение, то есть жизнь, мы скресиваясь от Христа, уже держит у верующих. Хотя у нас есть еще, конечно, скромный кадр и так далее. Мы здесь, конечно, разглянемся. Мы говорим, что воскресение – это не грех. Конкупистенция. Это означает, но возвращаясь к теме суда, о которой мы говорили раньше, я лично не считаю, что будет какой-то суд. Когда-то, где мы все… Суд уже был на кресте Иисуса Христа. Бог уже судил этот мир и приговор был «милосердие», «милос», как мы очень хорошо говорили. И это уже держит. То есть, крещение – это участие в смерти и воскресении из Христа. Поэтому, как можно отрицать, что это новое творение уже держит? Ну, значит… Безусловно, действует. Ну, держит, ну, не знаю. Но вместо, но держит только вместо, вместо, потому что не проникает в мое существо. Почему же не проникает? Как он пишет? Ежедневно в Ветхий Адам утопляем, и новый человек рождается. Это ежедневный процесс. Это действительно ежедневный процесс умирания Ветхого человека и рождения нового. Что касается как раз заповедей блаженства, действительно, заповедей блаженства русскому не очень хорошо, вот этих макаризмов. А здесь очень хороший пример. Потому что Лютер не был железобетонным догматиком, как может показаться. Он говорил о том, что, в принципе, любое местописание можно использовать и как закон, и как Евангелие. И те же заповеди блаженства, они будут звучать как законы по отношению к тем, кому хорошо, кто богат, кто смеется, они будут звучать как закон, как обвинение. Но по отношению к тем, кто действительно плачет, кто гоним, кто страдает, они будут звучать как Евангелие. Поэтому уметь находить в Писании закон и Евангелие это не значит, что вот это место это точно закон, а это место это точно Евангелие. Все зависит от применения. То есть, любое местописание или практически любое можно применить и как закон, и как Евангелие. Поэтому Писание, оно всегда существует в соприкосновении с ситуацией, с конкретной ситуацией конкретного человека. И вот поэтому это высокое искусство. То есть, нельзя раз навсегда расписать вот этот стих Евангелия, этот закон. Так не бывает. Я не знаю, может, у кого-то еще есть вопрос? Не хочу доминировать. То, что Вы повторили насчет того, что богословие Лютера рождается в его опыте, это, на самом деле, важная германифтическая, скажем, посылка, чтобы понять, что именно там он находит критерии, в том числе для интерпретации Священного Писания, да? Да. Ну, тогда мой вопрос, насколько Вы, лютеране, или насколько община верующих может считать этот личный опыт универсальным опытом, достаточно для того, чтобы как-то заставить его в угол своей богословской интерпретации, в конце концов, в отношении с Богом, и, может быть, это уже больше вопрос на завтра, то есть Вы изложили учение классическое, скажем, Лютера, но у нас семинар 500 лет спустя, да? Насколько оно актуально для Вас, лютеран, прежде всего, сегодня? И, то есть, насколько... Я вот нашел несколько цитат Дитиха Банхофера, которые Вы цитировали, и там видно, что он критически переосмысливает лютера, насколько это присутствует в Вашем... Значит, это очень хороший вопрос, и на него лютеранская церковь ищет ответ уже 500 лет. И в этом смысле это огромное преимущество лютеранской церкви, она постоянно в поисках. Это действительно большое преимущество. Частично, действительно, на него, может быть, стоит подробно о нем поговорить завтра, это действительно будет, я думаю, очень интересный разговор, и здесь нет однозначного ответа, что для современных лютеран стоит во главе угла, для разных по-разному. Но в любом случае, для лютеранской церкви принципиально важно, что учение об оправдании, вот это учение об оправдании, основанное на опыте Лютера, является действительно краеугольным камнем, является центром и сердцевиной. Да, большинство людей времен Лютера не переживало вот эти вещи так остро. Потому что в чем особенность религиозного опыта Лютера? Его особенность не в том, что у него был какой-то особенный опыт, которого не было у других. У него был, в принципе, такой же опыт, как и у большинства верующих людей того времени. Особенность Лютера, прозвучали слова, там, шизофрения, патология, да, с этим отчасти можно согласиться, в том, что Лютер в своем духовном опыте был до патологичности честен по отношению к себе. Он был патологически честен. То есть, если он видит, что в нем нет любви к Богу, он в этом себе в первую очередь и признавался. И это безусловно, безумно тяжело. И в этом, собственно, сила Лютера в этой предельной, заостренной до болезненности, если хотите, заостренной честности по отношению к себе, честности перед собой, перед другими людьми и перед Богом. Да, большинство людей ни тогда, ни сегодня не могут быть настолько заостренно честными, не могут все это переживать настолько остро. Но именно поэтому опыт Лютера и важен для нас, как некий пример, как некий образец того, каким это должно быть или может быть, или является, будучи заостренным до предела. Понятно, что мало кто, кто-то из непосредственных сподвижников Лютера, из его последователей, переживал нечто подобное, действительно переживал. Кто-то нет. У кого-то не было никогда таких острых духовных переживаний. Но в данном случае есть возможность ориентироваться на опыт человека, который это прошел перед нами. И в его опыте узнавать, пускай частично, пускай какими-то отголосками свой опыт. И главное, в принципе, главное, что содержится в учении об оправдании, если мы отбросим любые догматические формулировки, это весть о том, что Бог бесконечно любит человека и спасает его сам. Вот это, собственно, главное. Все остальные догматические формулировки 16-го века, 19-го века, кстати, в 18-19 веке учение об оправдании в том виде, в котором я его сейчас излагал, было практически забыто, но его мало кто разделял. Оно фактически было вновь открыто лишь в 20-м веке, по-настоящему. Вновь произошел некий поворот возвращения к Лютеру, собственно к Лютеру. Но главная суть этого учения в том, что Бог бесконечно любит человека. Каждый человек в глазах Бога бесконечно ценен и бесконечно любим. Вот в этом, в конце концов, суть. А скажите, можно же применить, допустим, видение такого порядка причинно-следственную связь, оправдание? То есть причиной является оправдание вследствие того, что Бог бесконечно любит человека. Бог любит человека и поэтому он его оправдывает, да? Да, можно применить. То есть все, что у нас есть, это любой Бог. Возвещенное во Христе. Но это не только Лютер говорит. Да, конечно, это говорит не только Лютер. Но Лютер здесь добавляет очень важное слово безусловно. Бог не отставляет. Да, конечно. Но для Лютера, что важно для Лютера в данном случае? И вот здесь это, пожалуй, уникально во многом. Он фактически ставит знак равенства между любовью Бога и спасением. Это и есть одно и то же. Но это не что-то эксклюзивное, Лютер. Это, я думаю, у Отцов Церкви уже было сказано. Можно найти истерию. Но Лютер никогда не утверждал, что он придумал что-то новое. Он как раз утверждал, что он опирался на Отцов Церкви. Но если мы говорим, что любовь Бога это и есть спасение, то тогда, да, можно Лютера к этому действительно свести. Но можно говорить с точки зрения католической церкви или православной, что Бог любит всех, но не все спасены в этом плане. Безусловная любовь. Любовь Бога, безусловно, она не требует от человека ничего. Она беспредпосылочна. Бог любит человека не потому, что в человеке есть что-то хорошее, а вопреки тому, что в человеке есть. Но человек может принимать или отказаться. Потому что если не так, тогда нет то, что я говорю. В большинство лютеранских богословов бы с этим согласились. Лютер нет. Не может. Лютер бы с этим не согласился. Но тогда где остается вот эта личность? Христианство, в конце концов, опирается на понятие личности и понимание Бога, и понимание человека. Человек – образ Божий именно поэтому. А личность означает, как раз, что нужно понимать, отношиться, связываться именно на этом уровне. Я – ты, о котором я говорил вчера. Если он абсолютно пассивный, он как камень, который ничего не может, только плохого и так далее. Вот здесь мы можем говорить о другом понимании действия Бога и о другом понимании свободы. Лютер мыслит еще во многом действительно в бакамистских категориях, категориях того же самого XVI века. И он не ставит вопрос еще таким образом. Сегодня мы можем говорить о том, что Бог действует, воля Бога действует изнутри нашей свободы. Почему бы не сказать так, что свобода человека не противоречит воле Бога? Это принцип, который, скажем, говорит Паул Тилих, принцип теономии, который противостоит гетерономии, когда Бог – некая внешняя сила, которая нас заставляет чего-то делать. Так большинство христиан себе представляют Бога – некая внешняя сила, которая на них воздействует. Или принцип автономии, когда человек свободен и делает что хочет более-менее. А принцип теономии по Тилиху подразумевает, что Бог действует изнутри человеческой свободы. И свободное решение человека, оно все-таки порождено волей Бога. Кстати, у нас есть свободная воля, потому что мы получили от Бога. Этот момент благодати никто не может отрицать. Но Он сам, давая нам свободу, говорит – плавитесь, умножайтесь, и Господь святен на земле тоже есть. Он дает нам пространство для развития нашей свободы. Хорошо? И я думаю, что это очень важно. И это означает, что Бог, я был бы согласен с Тиличем, конечно, когда Он говорит так, но я вчера сказал, если помните, что Бог действует в мире, мотивируя нас. Он не составляет нас внешне, физически, Он дает нам мотивацию. А мы можем, а мотив, источник философии, мотив – это ratio agendis. То есть это на что мы опираемся для того, чтобы принимать решение. Но мотив не составляет нас принимать решение. Решение принимает воля. Хорошо? Но человек для того, чтобы принимать решение, нуждается в мотивациях. Хорошо? И на них опирается. Тогда Бог действует, как мы действуем между собой тоже, мотивируя добром и истиной, я говорил. Тогда, например, вот дьявол мотивирует, обманивая нас. Согласен. И большинство… Но это предполагает мотивирует нашу любовь, потому что иначе… Я проповедник тоже, я тоже проповедник. Я очень часто говорю, когда мы молимся, да будет воля Твоя, мы должны понять, да будет воля Твоя через мою волю. Значит, я принимаю волю Божию, чтобы она совершилась в мире. Мы не просим, чтобы какое-то чудесное, ну не знаю, чудо какое-то автоматическое. Нет. И только так идет дальше, вперед, Царство Небесное, мне кажется. Когда мы присоединяем нашу волю к воле Божией. Ну, как это делает Иисус Христош? Мы во Христе можем так делать, но только во Христе, понятно. Ну, ладно. Ну, вопрос о воле, это вопрос, может быть, на завтра, да? Это вопрос, который можно рассматривать на разных уровнях совершенно. Да. Спасибо вам большое. Хорошо. Тогда благодарим снова профессору Антону. И тогда завтра, пор 7-го, это будет уже последняя встреча, где мы будем как-то разговаривать втроем с отцом Хосе, Антоном и отец Виктор, который будет вести этот разговор. Тогда спасибо за присутствие, спасибо большое. Тогда до завтра.